Всем привет! С вами канал Артмания. Короче, я купила мёд. И с ним получилась целая история, которую я влипла. Вот, ну, как бы я из неё вылезла. Но историю послушайте, это очень интересно. Вот. Короче, я заказала мёд. С ним целая история. Короче, слушайте. Надо было, наверное, мне кажется, отдельный ролик сделать. Ну, ладно, я там посмотрю. Может, я сделаю даже это отдельным роликом. Вот. Короче, заказала я мёд в понедельник. Мне сказали, привезут его в среду. То есть, через день. Вот. Звонит мне... Я посмотрела сразу, номер 987 начинается. Сегодня, значит, с утра мне звонит человек с этого номера 987. А дальше цифры я не помню. Мол, так и так, мы с вами списывались по поводу мёда. Там вроде переписывались, главное, по поводу мёда. Вроде я сегодня буду там 9 часов. И мы с тем же договаривались тоже в 9 часов. Как бы, ну, всё. Говорю, да, да, хорошо. Говорю, там 3 литровые банки. Мы с вами договаривались. Да? А мы по поводу двух с вами договаривались. А я вспоминаю, что мне фотографии прислал всего 2 банки. И я думаю, ну вот. Наверное, он просто что-то перепутал. Вроде, ну ладно. Ну ладно, я сейчас там что-то куда-то в деревню съездю за 3 банкой. И тогда я сегодня вечером приеду. Всё хорошо, с ним договорились. Я, значит, жду. Через какое-то время перезванивать. Мол, я в деревню съездил, банку забрал. Вроде что-то там. И приеду вечером. Там пока доеду, что ли. Короче, не помню. Я, блин, я реально запуталась. Вечером, значит, я потом... Потом, господи. А, потом мне звонит тот человек, с которым мы реально переписывались. И договорились о цене. Он мне позвонил, сказал, что... Я написала ему сообщение, мол, вас сегодня ждать. Он мне перезванивает. Да, 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 конечно, ждите. Так думаю, что-то он снова звонит вроде. Ну ладно, была занята, как бы не обратила внимания. Я его этот номер, короче, записываю. Думаю, надо записать, чтобы не перепутать. Вот. Он, значит, привозит мне мед. Подымается, все, привез. Три трехлитровые банки, все, как положено, значит, там. Ему, значит, говорит, 1800. Я ему отдаю тебе 1800, значит, попробую, все, он уходит. А звонит номер опять, 987. Думаю, не поняла, что это такое. И незаписанное, главное. Странно, думаю, наверное, он что-то забыл. Думаю, ну ладно, беру трубку. Алло. Здравствуйте, я вот выезжаю, везу вам мед. У меня шок. Какой мед? Подождите, мне уже привезли мед. Я договаривалась с одним человеком. Другим людям я просто разослала сообщение, мол, типа, у них есть такой мед или нету. А тот мужчина, потом, как выяснилось, этот телефон, номер пробила. Потом. И выяснилось то, что этот человек, просто ему одно сообщение написал. Одно, единственное сообщение написал. Он просто решил мне позвонить. И наткнулся как раз в тот момент, когда я ждала мед от другого человека. То есть, он чисто случайно. И причем он позвонил первый, я ему сказала полностью адрес свой, что я жду три трехлитровые банки меда. То есть, блин, вообще. И он мне говорит, вы же ждете три трехлитровые банки меда. Я говорю, ну да. И я думаю, вы что, меня разводите, что ли? Я говорю, там вообще, наверное, в банках зарчатка какая-нибудь лежит. Сейчас мы тут нафиг взлетимся, думаю, вот так покупать мед через интернет. Ну, через Авито. И вообще шок. А потом я такая думаю, какой-то нужен такой вопрос, чтобы понять, что это другой человек. Думаю, как понять? И я говорю, а почем у вас мед? Получается за одну банку 1300, что ли, за одну банку 1300. Я говорю, нет, я три трехлитровые банки заказала за 1800. Три трехлитровые банки за 1800 заказала. Я говорю, не может быть так, мы с вами не общались, мы с вами не перепис. Нет, ну как, я же вам с утра звонила. Ну, значит, я подумала вообще про другого человека. Я говорю, просто вот так вот, да, ой, как жалко. А он, представитель, сгонял в деревню. То есть, блин, когда вы что-то заказываете, обязательно записывайте номер сразу. В свою телефонную книжку. Именно в телефоне. Чтобы не получалась такая история. Блин, я сижу уже, просто думаю, как такое могло произойти. Вообще что-то нереальное, непонятное. У меня в голове вот просто каша. И вот этот парень мне привез, мед привез, все, значит. А потом уходя, говорит, а вы еще у кого-то не заказывали мед? Я говорю, да нет. Говорю, ну я переписывалась, говорю, там написала пару сообщений там, то есть другие. Вот и все. С чего он взял? Думаю, странно, еще вот этот вот мужик звонит. Я думаю, их там шайка, что ли. Думаю, сейчас приедет. Думаю, я им адрес сказала. Думаю, сейчас приедет, начнет тут названивать. Мол, что я вез через весь город. Там непонятно откуда. Думаю, или может быть это все специально делаю. Запудривают мозги. Блин, самое интересное, я не помню уже, о чем я общалась с одним номером. И о чем я общалась с другим номером. И вообще забыла уже. Вот, естественно. Как бы, да, там вот с тем, который... Короче, не знаю, у меня просто в голове каша. Вот, блин, я даже не знаю. И самое интересное, то, что голоса похожи. Реально, голоса похожи. И тот, и тот. То есть я вообще даже не различила. То есть один позвонил 987, и у другого номера начинается тоже 987. И все. Блин, это вообще, это шок просто. И получается, что я того обидела. То есть получается, с другой стороны, знаете, ну нафига было звонить мне? То есть я просто спросила, какой мед есть? Что, как нафига надо было звонить? Я не понимаю. И реально, действительно, он нарвался, получается. Он думал, что я у него заказываю. То есть я говорю, мы же с вами переписывались, да? Он, да, переписывались. Я говорю, ну там посмотрите, выше же написан адрес. Я еще думаю, странно. Почему он не может найти? Он смотрит, смотрит. Ну, что-то я не знаю. А какая, говорите, у вас улица? А, ну да, что-то да, да, написано, написано. Ну да, да. А скажите еще раз, пожалуйста. То есть тоже включает дурачка? Он думал, странно, что-то не то. Думаю, блин. Мы же переписывались, я же написала. Говорю, три трехлитровые банки, это же все правильно. Да, я не знала, я думал, две. Я думаю, странно, думаю. Как загадка получается. Три трехлитровые банки, думаю. Как он прочел-то это сообщение, думаю. Просто три трехлитровые банки, как... Блин, короче, не знаю. Просто на эмоциях у меня... Блин, я... Пока он там ехал, я чуть-то не засыпала. Когда он приехал, я еще так в полдреме была. Когда он мне позвонил, мне уже даже спать не хочется. Плюс к этому у меня еще интернет сегодня не работает. Я там кое-как с телефона зашла. Там подключила телефон, как модем, типа, чтобы зайти с компьютера в интернет. Блин, у меня настолько эмоций, что мне ничего делать вообще не хочется. Я говорю, вы что, разводите меня, что ли? Да нет, нет, вроде. Я думаю, блин, странно. Думаю, и тот как понял, то, что я как будто заказывала где-то еще, видимо, это... Тот мне пообещал документы, мол, это мед там действительно у нас, там все хорошо, у нас там что-то это. И этот приходит, я говорю, а где документы на мед? В машине. Ну, понятно, как всегда. Смотрю, и подарка нету. А мне до этого звонили, мол, это ввезу там что-то, и подарок я вам дам, вот как раз, наверное, тот, и документы все есть, я вам все покажу. То есть, получается, что-то такое вот непонятное, блин. Что-то... Блин. Не знаю, у меня прям просто эмоции, просто вообще зашкаливают. Ну, вот такая у меня была история. Вот так вот. Не звоните никогда сами, когда вам пишут что-то, спрашивают. Иначе вы тоже можете нарваться. А представляете, он бы сейчас вот приехал, мне позвонил бы в дверь второй человек, и привез бы мне там 3 трехлитровые банки, там тысяч за 6. У меня денег даже. Таких нет, я бы не стала брать. Хорошо это зашел, он говорит, так, 1800. Ага, думаю, все, хорошо. Да ладно, все в порядке, думаю. Цена не изменилась. А так он сейчас еще переписывал, мы с вами переписывались. Ах, это еще мы не с вами, оказывается, переписывались. А откуда вы вообще взялись тогда? Откуда вы знаете мой... Ах, я вам сказала свой адрес. Офигеть. Ладно, мне кажется, уже ролик получился, наверное, длинненьким. Всем спасибо за просмотр. Напишите свой обязательно комментарий, попадали ли вы в такие ситуации. и как вы из них выпутывались. Всем пока-пока.